Ранее американцы сказали, что замораживают подготовку встречи лидеров стран Большой Восьмерки в Сочи, что планировалось на июнь. Мол, бойкот России, не о чем с ней разговаривать. Но если так, зачем Обама все это время позванивает Путину, да еще чуть ли не часами разговаривает с ним? 1 марта, например, разговор длился аж 90 минут. Вот и 7 марта звонил, говорили в январе и феврале. Обама все сидел и сидел, допуская, что это совпадение. Но ведь и объективно собеседник у него непростой. По опубликованным в пятницу опросам, сами американцы считают Путина куда более крепким лидером, чем Обаму. Это видно на диаграммах. Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. И уж не знаю, совпадение ли, но вот позвонил Обама Путину 21 января, наверное, опять пытался как-то давить. А на следующий день, буквально 22 января, в официальном печатном органе правительства России появляется статья, где вполне доходчиво разжевывается, как работает наша система гарантированного ядерного возмездия. Периметр. В США ее прозвали Dead Hand, мертвая рука. Вообще советую почитать. Суть в том, что даже если люди во всех наших командных пунктах после вражеской атомной атаки замолчат, неуязвимая система автоматически отправит в полет наши стратегические ракеты из шахт и из подводных лодок в правильном направлении. Найдите сами. Это публикация на сайте российской газеты от 22 января. Крайне интересно. Система периметр. Поиски. С тех пор Обама стал звонить Путину чаще. А сидеть больше? Случайность? Так или иначе, а прямого боя и столкновения Обама с Россией не хочет. Тем временем, главы наших дипломатий Сергей Лавров и Джон Керри всю пятницу вели переговоры в Лондоне. По итогам переговоров разногласия и серьезные сохранились. Но встреча все же, по словам Сергея Лаврова, была полезной. По крайней мере, на итоговой пресс-конференции Лавров выразил надежду, что западные партнеры рано или поздно поймут Крым случай, который не может рассматриваться изолированно от истории. Есть ли прецеденты в международном праве? Нет ли прецедентов? Они, кстати, есть. Все понимают, и это я ответственно заявляю, что Крым для России, что значит Крым для России, и что он, значит, неизмеримо больше, чем Каморра для Франции или Фолкленда для Великобритании. Есть такое государство, как Каморские острова, где в конце прошлого века проходил референдум по вопросу о независимости от Франции. И один из островов высказался против. И по этой причине Франция настояла на пересчете голосов таким образом, чтобы учитывалось не общее количество проголосовавших жителей Каморских островов в целом, а каждого острова в отдельности. И на этом основании остров Майота остался в составе Франции. Что это было, аннексия или самоопределение, я не знаю. ООН и Африканский Союз не признали такого решения Франции, но Евросоюз спокойно с этим жил. Продолжение следует...